А может ли случиться такое, что вслед за Латвией выдворять россиян начнет, например, Казахстан? Об этом поговорим, и не только об этом, с Айдосом Садыковым, казахстанский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЭ. Айдос, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Расскажите, пожалуйста, стало ли больше россиян в Казахстане после объявления мобилизации в России, вот эта вот волна выезда мужчин российских, как они себя ведут в Казахстане, как чувствуют? Приток постоянный россиян, но, конечно, в меньших количествах, чем это было в сентябре прошлого года, в октябре прошлого года. Постоянно идет приток, иногда бывают, конечно, пробки на границах, особенно из грузовых машин, когда грузовые машины пытаются на грузовых машинах, много людей проехать сюда на своем автотранспорте. Идет постоянный приток, казахстанская сторона, казахстанские власти стараются задерживать мобилизованных. Вот, например, неделю назад они выдали России Руслана Худай-Назарова, отказавшегося воевать, идти воевать против Украины. Они выдали буквально, в течение двух дней решили вопрос с ним, выдали сперва Кыргызстану, а кыргызские власти уже посадили его на самолет и отправили в Москву. То есть приток идет постоянный, ведут себя они достаточно тихо, никаких расистских лозунгов, акций, поддержку России в Казахстане не проходит, потому что это встречается очень агрессивно, этому противодействуют, в первую очередь, казахские патриоты, поэтому таких акций, такой поддержки России открытой в Казахстане нет. И это хорошо, но россияне пытаются теперь еще и в Казахстане мужчин набирать местных жителей на войну в Украине. Вот появилась новость о том, что у местных пользователей интернета в Казахстане начала появляться реклама, предлагающая вступить в российскую армию, пишет Reuters. Потенциальным новобранцам предлагают немедленную выплату в размере почти 500 тысяч рублей. Возможно, и вам такая реклама попадалась. Как вы это расцениваете? Реклама такого рода достаточно много. Приглашают различные формирования наемников, приглашают ехать на учебные учебки, военные учебки на Дальний Восток, Сахалин. На прошлой неделе на сайте прокуратуры города Байконур, это город в центре Казахстана, который контролируется Россией, там было вывешено объявление о том, что каждому желающему воевать, вступить в российскую армию будет выплачивать вознаграждение в размере 260 тысяч рублей. Это около 2,5-3 тысяч долларов по курсу в долларах. То есть такого рода информация, такого рода объявление появляется постоянно. И не только для казахов, появляется для узбеков, для кыргызов, для таджиков. То есть российские власти очень заинтересованы в притоке наемников из стран Центральной Азии. В первую очередь, конечно, из стран Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, в которых достаточно много работает в самой России. А есть ли информация, насколько эти объявления эффективны? Все-таки удается ли вербовать, я так понимаю, что даже не самих казахов, а людей, которые находятся на территории Казахстана? Ну, я не могу судить, конечно, точной информации нет, сколько они могли за это время заверовать, потому что информация, люди эти не появляются, если появляются, конечно, их вычисляют. Например, недавно мы опубликовали видео и фото Тимура Минаидарова, жителя тоже Байконура, который тоже воюет против Украины на востоке оккупированных землей Украины. Появлялся еще один так называемый добровольц, наемник российской армии, тоже из города Байконур, который тоже призывал вступать в российскую армию, идти воевать против Украины. И появлялись многочисленные фото убитых граждан Казахстана, которые воевали тоже, были в рядах наемников. Но это количество людей, которых мы знаем, которых узнали через фотографии, через видеовыступления, исчисляется, может быть, максимум десятками человек. Никакой речи о том, что это тысячи или сотни людей, даже такой информации у меня нет. Айдос, можно уточню у вас, есть еще очень важный вопрос для обсуждения. Госорганы Казахстана совместно с Генпрокуратурой собираются запретить, ну, по крайней мере, работают над законопроектом, который запретит военную символику Z и V, и также символики, связанные с ЧВК Вагнер. Тут знаете, что примечательно? Генпрокуратура Казахстана до сих пор называет войну в Украине конфликтом, но при этом вот параллельно хочет запретить такую символику. С чем это связано, скажите? Объясните причины. Я думаю, здесь не стоит раньше времени быть такими оптимистами и считать, что власть на самом деле собирается что-то предпринимать. Я проверил эти публикации, я проверил первый источник этого объявления о том, что якобы Генпрокуратура внесла предложение правительства Казахстана о запрете так называемой этнополитической рекламы, этнополитической символики. Там не говорится конкретно российская или какой-то другой, этнополитической они называют. Первый источник этой публикации был опубликован на сайте национального права предпринимателя Атамикен. Буквально вчера я проверял этот сайт еще раз, несколько раз в течение дня проверял. Там появлялась ошибка 404. То есть публикация была удалена. Потом ссылка шла, вы знаете, как журналист, что первая ссылка шла на некого прокурора города Семей, который озвучил это предложение. Да, Куат Бапинов, если я не ошибаюсь, вот писание его зовут. Да. Опять же, первоисточником этой публикации был НПП Атамикен. Этой публикации больше нет. Есть вторые, третий источник, которые перепечатали, сослались на первоисточники. Эта информация дальше пошла. То есть нельзя говорить, что это является действительным фактом и что действительно генпрокуратура внесла такое предложение. Потом, для того, чтобы это предложение, если даже это действительно станет фактом, если действительно это все подтвердится, и все-таки они проявят свою смелость и все-таки не отступят от этого заявления, которое озвучил прокурору Семей, то для того, чтобы это стало законом, нужно, чтобы это принял парламент и подписал, самое главное, Тукаев. Это все, конечно, можно сделать буквально в течение, не только суток, можно в течение нескольких часов сделать, потому что в Казахстане и парламент, и все остальные структуры строго подчиняются одному человеку. Приказ и буквально, я думаю, в течение часа-двух можно принять такой закон. Поэтому сейчас мы проверяем информацию, пока достоверность этой информации. У меня лично есть большие сомнения. Если даже эта информация была пущена как утка, как информационная утка, для того, чтобы немного, так скажем, немного в положительном свете выставить казахстанскую власть, которая, как вы все знаете, открыто помогает и в военной сфере, и в экономической сфере, в обходе санкций России, то эту информацию надо проверять и перепроверять. Будем ждать. Самое главное, надо ждать принятия закона такого. Если этот закон будет принят, то, конечно, это будет очень положительным моментом. Это, конечно, сыграет свою роль в информационной сфере, пропагандистской сфере, потому что не только, если сейчас патриоты Казахстана задерживают, оставляют, снимают вот эту фашистскую аббревиатуру самостоятельно, рискуя своей свободой, иногда, может быть, и жизни у фашистов, которые приезжают в Казахстан, то, если под этой будет законодательная база, то, конечно, намного станет легче это делать. Айдос, спасибо большое, что нашли время включиться в наш эфир. Айдос Садыков, казахстанский оппозиционер, руководитель интернет-медиа БАСЭ. Оперативные новости. Эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.